собрать мощный игровой компьютер и не поставить ни одного вентилятора или наоборот поставить везде где только можно это слишком крайние меры и наверняка неэффективны в этом ролике разберемся куда лучше всего устанавливать вентиляторы и сколько их нужно но сначала соберем компьютер процессор райзен 7 3 800 и стиль видеокарта nvidia rtx 3070 материнская плата на чипсете x570 накопитель ssd м2 без радиатора и жесткий диск три с половиной дюйма сборка горячая чтобы было что охлаждать соберем это более менее стандартном продуваемом корпусе с поддержкой шести вентиляторов трех фронтальных двух верхних и одного заднего такое расположение вентилятора встречается во многих корпусах вентилятор используем deep cool rf 120 ничего необычного управление скоростью отдаем на откуп материнской плате и никак не настраиваем подключаем все вертушки через один порт и хаб для лучшей эффективности можно бы настроить скорость вручную и подключить вентиляторы в разные разъемы но мы специально оставляем все в авторежим для теста используем программы аида и hardware info измерять будем температуру процессора накопители зоны vrm и чипсета у видеокарты замерим температуру ядра и hotpoint горячую точку для начала нагреем систему в корпусе вообще без вентиляторов чтобы определить максимально возможные значения температура окружающей среды во всех случаях 23 градуса в сборке вообще без вентиляторов процессор прогрелся до 88 градусов у видеокарты горячая точка поднялась до 82 а ядро до 68 зона vrm до 71 ssd м2 до 60 градусов чипсет до 56 hdd до 34 градусов температуры конечно не критичные но довольно неприятны оставлять игровой компьютер вообще без вентиляторов не делал начнем с поиска оптимального места для одного вентилятор при выборе ориентируемся на максимально суммарное охлаждение всех компонентов промежуточные температуры показывать не будем но финальный результат вот такой лучше всего сработал вентилятор при установке сзади на выдув температура процессора упала на 6 градусов hotpoint видеокарты на 4 гпу на 2 вероем на 3 ssd на 4 и чипсет на 3 жесткий диск без изменений по факту этот вентилятор просто выбрасывает горячий воздух наружу создавая из компьютера некое подобие пылесоса свежий холодный воздух засасывается отовсюду и это не всегда хорошо поэтому добавим принудительное нагнетание вторым вентилятором оптимальное место для второго вентилятора середина фронтальная панель чтобы дул под видеокарту второй вентилятор охладил процессор и видеокарту еще на полтора градуса вероем на 1 ssd на 3 чипсет на 8 а жесткий диск на 1 градус непосредственный обдув зоны чипсета очень хорошо снижает его температуру полезно если он сильно греется третий вентилятор лучше установить рядом со вторым на переднюю панель но ниже тоже на вдув температура почти всех компонентов падает еще немного cpu на 2 градуса видео на полтора вероем на 2 ssd чипсет без изменений температура hdd снизилась на 2 градуса оптимальное место четвертого вентилятора верхняя панель поближе к задней стенке направление на выдув температура процессора и видеокарты изменилась минимально что можно счесть за погрешность температура вероем и ssd снизилась на пару градусов чипсет без изменений hdd охладился на пару градусов четвертый вентилятор помогает отводить нагретый воздух он не изменил температуру главных грелок процессора и видеокарты но вот остальные компоненты охладил так что польза от него есть пятый вентилятор лучше всего поставить на верхнюю панель на оставшееся место спереди поток воздуха на выдув температура процессора вероем и чипсета снизилась на градус остальные компоненты без изменений установка пятого вентилятора уже не столь целесообразно так что на него можно не тратиться если требуется экономия осталось выяснить температуры при установке 6 вентилятор вариантов здесь нет устанавливается он на переднюю панель чтобы дул на кулер шестой вентилятор охлаждает процессор практически на 3 градуса но незначительно повышает температуру видеокарты vrm без изменений ssd охладился на градус а вот чипсет стал горячее на 4 температура hdd не изменилась в общем если температура процессора зашкаливает и охладить его важнее чем чипсет или видеокарту то 6 вентилятор напротив кулера необходим но что получается в итоге удобнее сравнить результаты если немного развернуть график и посмотреть как менялась температура компонентов при добавлении каждого нового вентилятора если первые 2-3 вентилятора уверенно снижали температуры всех компонентов то следующие действовали не так эффективно иногда неожиданно а местами даже мешали всего один вентилятор способен охладить системный блок проблема в том что компьютер начинает вбирать себя воздух и пыль отовсюду приходится добавлять нагнетательный вентилятор оптимальный набор 34 вентилятор зависимость от конфигурации и задач больше не всегда значит лучше экспериментируйте и проверяйте разные варианты пока